Для меня это не просто галочка в календаре личных достижений, несение вахты памяти, своего рода дань уважения и бесконечной благодарности дедам и прадедам за мир и покой в наших домах. Именно так охарактеризовал свою победу лучший караульный мемориального отряда по итогам прошлого учебного года Рома Шадрин. Выпускник 2-й Брестской гимназии три года стоял на посту, образцовыванию службу со своими одноклассниками, чтя подвиг павших героев, известных и безымянных. В итоге его отряд стал лучшим. Это не просто показное мероприятие, это, можно сказать, школа мужества для таких же, как я, для моих ровесников. Это очень важное и ответственное мероприятие, порученное в нашем городе молодежи. Вместе с отрядом 2-й гимназии педестал победителей разделили караульные часовые подчастки средней школы номер 10, заняв второе место. Бронзу получили старшеклассники гимназии номер 3. Всего за звание лучших караульных отрядов боролись учащиеся 45 брестских учебных заведений. Внешний вид, строевая подготовка, несение службы на посту, дисциплина вахтеров, а также поисковая работа. Все это критерии, по которым и оценивали мемориальный отряд. И все же, в первую очередь, вахта памяти – это школа, воспитывающая на деле чувство патриотизма и любви к Отечеству. Ребята непосредственно соприкасаются с историей, с теми, уже, конечно, к сожалению, мало ветеранов, которые остались, они непосредственно с ними знакомятся, с теми событиями. Это накладывает на них отпечаток в плане воспитания, они становятся серьезнее, более организованными. И это реально значимое дело, которое в нашем городе поручено молодежи. Кроме награждения победителей на мероприятие, благодарственные письма получили и отличившиеся образцовым несением вахты памяти юноармейцы и педагоги. Для каждого из них пост у Вечного огня – место священное, где каждый на протяжении практически получаса ведет немой диалог с погибшими в боях, с теми, кто отдал свои жизни ради мира и ради будущего. Субтитры создавал DimaTorzok